Неделю назад озеро было большое. Рыбы полно было, можно было. А на второй день пришли, уже рыба косяками стала ходить. Значит, пода на полтора метра ушла. Озеро Клубничное. Только запах отнюдь не сладкой ягоды, а разлагающейся рыбы. Все озерные обитатели задохнулись без воды. Клубничное появилось в 60-е годы. Питалось оно водой от ручья за счет таяния снегов и дождей. Расположено в 6 километрах от райцентра Залесова. Озеро находится на балансе муниципалитета. Территория вокруг и гидротехнические сооружения на балансе арендатора. Предприятие Залесовское. Как только отдыхающие заметили проблему обмеления, тут же попытались связаться с ответственными лицами. 4 числа я позвонила в администрацию. Сказала, что Клубничное милеет силен. Администрация сказала, что мы разберемся. Это и к совхозу относится. Весь разговор был. До совхоза я не могла дозвониться. Звонила два дня, не могла дозвониться. Инцидент произошел у нас на прошлой неделе. Ко мне обратилась жительница нашего села по телефону. Сказала, что есть проблемы с Клубничным. Я ей дал телефон арендатора. В 2020 году на Клубничном уже гибла рыба. Не в таком количестве, но все же. Но ни звоночек двухгодичной давности, ни звонок местных жителей в этом году не повлиял на ответственных лиц. Они не отремонтировали задвижку, которая пропускала воду, из-за чего и мелело озеро. Одни не отремонтировали задвижку, другие равнодушно не проконтролировали это. А давно он в таком плачевном состоянии? Да уже много, не один десяток лет. А задвижку-то почему не ремонтировали? Ведь знали, что она в плачевном состоянии. Видите, как получилось. Зеркало воды сохраняло. Здесь небольшой рычаг, чуть-чуть, он пробегал. Ну и все, считали, что это навсегда. Мы не досмотрели. Следственный комитет после ситуации на Клубничном начал проверку. К месту происшествия съехались и профильные ведомства Минприроды, Рыбнадзор. Сейчас прорабатываются причины трагедии. И это не только сломанная задвижка. Одна из основных рабочих версий – это не вина человека, а вина бобров. Уровень воды мог упасть из-за того, что бобры построили плотину, тем самым перекрыв ручей, который и питал озеро. Бобры уже в крае, это уже седьмой или восьмой раз, когда они вмешиваются в эти дела уже. И у нас из-за того, что разрыли, ушло малый уткуль. Поэтому большой ущерб наносится бобрами. Однако это лишь одна из версий, и не все ее поддерживают. В том, что виноваты бобры, я все-таки не согласен. В этом должны разбираться компетентные органы. Но без человеческого фактора здесь не обошлось. Это сто процентов. В специалисты рыбнадзора в ближайшее время установят ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам. Возбуждено сейчас первоначально административное расследование по факту гибели рыбы на неустановленное лицо. Как будете утилизировать рыбу и будители? Утилизации это в наши полномочия не входит. То есть это, скорее всего, должен проводить арендатор этого водоема или за кем он закреплен. То есть это тоже будем выяснять. Найти и убрать плотину бобров, починить задвижку, в ближайшие дни вывезти погибшую рыбу. После арендаторы мечтают вновь запрудить водоем. То есть отказываться от него они не собираются, несмотря на допущенную эко-катастрофу. Кстати, самое интересное, еще 8 лет назад по договору аренды предприятие Залесовское должно было перевести прибрежную территорию и земель сельхозназначение на земли рекреационного назначения и развивать здесь туризм. Это сделано не было. Тогда вопрос, почему власти не расторгли еще много лет назад договор аренды? На этот вопрос чиновники ответить журналистам не могут. А между тем расследование массовой гибели рыб продолжается. Если ущерб признают особо крупным, то виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. Пока продолжается разбирательство, жители села Залесово надеются, что когда-нибудь водоем вновь наполнится водой и за ним все-таки будут присматривать. Вы верите, что его восстановят? Хочется бы. Хочется еще жить. Чтобы посмотреть еще на рыбалку сходить. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.